Так, запись пошла. Всем привет, с вами снова Химера Сайбер, и сегодня у нас гайд по настройке отображения счёта для Counter-Strike 1.6. В принципе, я искал программу, и есть специальные программы для StarCraft 2, такие вот, где счёт отображается, но именно для Counter-Strike 1.6 я не нашёл, поэтому мне пришлось экспериментировать и делать свои заготовщики. Что для этого надо? Во-первых, фотошоп, чтобы сделать, ну, вот такую вот фигню, можно так сказать, ну, картинку, грубо говоря, такую красивую картинку, где посередине мы будем выводить счёт. Дальше. На вам нужен файл spectator.res или сторонний GUI какой-нибудь для Counter-Strike 1.6. Ну и, конечно же, сам эксплит. Без него никак. Ну, в принципе, давайте сейчас пройдёмся по моим настройкам, потому что они важны, особенно расширение. Я стремлю на расширение 40 на 480, и все картинки, так же счёт, подгоняю под это расширение. Ну, в принципе, B3 тут не важен, но всё равно можно тоже прочекать и прочекать все мои настройки. Надеюсь, они сейчас у меня видны. Ну, вот, качество 7, там, 1200 скорость, звук такой-то. Ну и вот это вот повторяю ещё всем с прошлого гайда. Обязательно ставьте, если вы хотите записать свой стрим, обязательно ставьте эту галочку. Ну что, начнём? Начнём вот с чего. Во-первых, вы должны подогнать свой стрим под Counter-Strike. Ну, то есть, там, вот как я уже сделал вот это. Ну, это у меня скриншот. Сейчас я не могу открыть Counter-Strike, а то будет сильно лагать. Вот, подгоняем под ваше расширение сам Counter-Strike, потом делаем картиночку специальную, там, в фотошопе. Тоже подгоняем под размер и двигаем ник. Ну, начнём с картиночки. Вот она у меня вставлена. The Streams Pictures Core PNG. Всего лишь PNG это. Позицию, да, как я вот это окно открыл. Можно открыть с помощью, выделяем вот эту скору PNG, Settings и Position. Так, опять у меня это окно закрывается. Бывает. Рассмотрим её. Winx это ширина, height это высота, как вы поняли. Это настройка по вертикали. Опять у меня скрывается. Ну, что ж такое-то. Ну, в общем, для 640 у меня стоят такие настройки. И, когда вы создаёте изображение для вашего счёта, берите вот эти настройки в IndyHe. То есть, у меня картинка 336 на 50. И также надо поставить вот эту галочку Keep Expect Ratio, чтобы картинка не расползалась. Видите, она у меня ровна. Она у меня и по ширине, и по высоте тоже ровна, и всё окей. Вот, следующее, что мы делаем. Да, основной картинки. Как я её сделал. В принципе, ничего сложного. Кто знает Photoshop. Ну, взял прямоугольнички. Выделил. Вот так вот сделал. Подогнал под размер. Так, уберём. Так, уроки в Photoshop небольшие. Как сделал вот этот вот такой вот градиент. Переход. Правая кнопка мыши. Blending Options. И вот тут градиент Overlay. И тут настраивайте. Ну, это так. Те, кто знает Photoshop. Вставил название команд. Ну, и, конечно же, флажки. Флажки вы найдёте в интернете. В принципе, есть там наборы специальные. В принципе, ничего сложного в этом нет. Вот, дальше. Вставляете эту же картинку сюда, как я уже описал. И, в принципе, всё. Заметьте, что если вы здесь меняете название команд, то вам надо весь эксплит перезагрузить, чтобы и в самом стриме картинка поменялась. Потому что и так, иначе ничего не поменяется. Эксплит динамически не меняет картинки, к сожалению. Так, 777. Ну, это баннер. Баннер ASL. Вот эта картинка, это специальный скриншот. Я так сделал, чтобы не загружать Counter-Strike. Ну, и, собственно, как мы счёт редактируем? Мы просто вставляем текст. Add, add title. Так, вставляем. Вот тут у нас текст. Там что-нибудь набираем. 0,1. Но у меня он уже вставлен, поэтому я сейчас не буду её вставлять. Там, подгоняем потом его под размер. В принципе, вот так вот это делается. С помощью таких вот стрелочек подгоняем под размер. Даже сейчас её сделаю, попробую на Actual Size поставить. Вот. Вот у меня всё по центру находится. И я просто, когда счёт надо сменить, просто нажимаю Settings, Configure. или Configure. И просто тупо меняю там. Ну, поставим там на 0,0. Вот всё у меня поменялось. На стриме то же самое. Так, как вот написано лагает. Ну, ладно, я думаю, что на запись не будет лагать. Если что, потом переправим. Какая-то тестовая запись. У меня ещё, кстати, может интернет лагать, потому что гроза то, что была. Так что может ещё и за это. Ну, ладно, в принципе, продолжим. Вот, меняем. Title. Как счёт. И всё. И всё окей. Теперь, самое главное. Как мы сдвигаем ник? Ник надо сдвинуть следующим образом. Это редактирует файл SpectatorsRes, который находится в папке. Вот тут я написал. Ваш аккаунт. Counter-Strike. C-Strike. Ресурс. UI. Если у вас этой папки нету, то сами создаете эту папку. Ищите в интернете вот этот файл Spectators. Ну, тут GUI тут не надо. SpectatorsRes. Вот он написан. Или, как я использую, использую сторонний GUI. Ищем, чтобы сменить, точнее подвинуть ник. Ищем вот в этом конфигурационном файле ProPlayerLabel. И меняем следующую опцию. Expos. То есть сдвигаем по позиции X. C-10. Но у меня так стоит. В принципе, под ваше расширение, под ваше GUI, там, вот это вот может различаться. Вы это всё подвигаете. И смотрите, как вам удобнее. Также у меня в GUI, как вы заметили, есть UR Spectator. Специальная такая запись, пометочка. Спасибо Санта-Крузу, кстати, за GUI, которую он сделал. Ну вот. Как её тоже сдвинуть? В принципе, тут есть дополнительный лебель, который он сделал. Ну вот. Сейчас я её найду сам. Да, вот он сделал тут. Spec. И Level Text. UR Spectator. Тоже её также сдвигаем на X. POS. C-10. В принципе, ничего сложного. Сохраняем, загружаемся и всё. В принципе, ничего сложного нету тут. Если, конечно, вы нашли какие-то программы специальные для Counter-Strike, пожалуйста, напишите мне. Я их тоже освою. Ну да, лагает, к сожалению. Сейчас я даже специально закрою Photoshop. Ну вот. Под вот это расширение 600... 800 на 600. Сами подстраивайтесь. В принципе, я показал, как это делать. Если что, обращайтесь ко мне, Ваську. Я, в принципе, могу помочь с этим делом. В принципе, для... Вот, в общем, моего способа. Тут надо именно... Учитывать все ваши расширения. Как вы стримите и там подобное. На Cyber Arena там вообще... Не 1024 на 768, а 1280 на 720. У них ID-трансляция. Ну, у меня просто процессор... Только три ядра. Поэтому я не могу такое большое расширение сделать. У них, видимо, Core i7 или что-то подобное. Поэтому они в таком большем расширении стримят. Ну, в принципе, у них там свои технологии еще есть. Отдельный микшер, там подобное. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать насчет счета. Если есть вопросы, задавайте. Потом этот ролик вы найдете у меня на канале на YouTube. Ну, в принципе, пока с этим все. Да, можете задавать вопросы в чате пока. Нет, тут еще тут. Что-нибудь про стрим. 1024 на 768. Это у нас... Так, опять у меня. Два второго линия. Это у нас будет в стриме просто как квадратик. У меня вот сейчас вот расширение 1280 на 720. И поэтому вы в окне стрима видите весь мой экран, прям вот во весь плеер. А на этом же расширении у вас просто будет такой квадратик. Поэтому Cyber Arena делают на весь плеер. И поэтому у них такое большое расширение должно быть. Ну, в принципе, это даже удобнее. Но я, к сожалению, это не могу сделать. Сделать это. Так, канал YouTube. Сейчас скину канал YouTube. Пропалю свой канал. Ой, не видео. Надо из... Канал зайти. Вот, скидываю свой канал. Там будет и ролик. Я надеюсь, что он не будет. Такая запись плохая. В принципе, у меня тут дропсы неимоверные почему-то. Не знаю, что будем делать. Ну, короче, посмотрим. Ну, ладно, я прощаюсь с вами до 21-го часа. Тогда же мы начнем стримить матчи. Пока пишите, какие вы хотите матчи подстримить. Да, кстати, сейчас скину. Скину, скину. Ну, в принципе, вот вы видите, какие матчи я хочу подстримить. Ну, и предлагайте свои. Ладно, все. Я выключаюсь. Продолжение следует...